Я прошу прощения, буду говорить на английском. Это тоже не мой родной язык, это язык международного общения и не ваш родной язык. Большое спасибо за то, что вы пригласили меня и попросили поговорить о редких опухолях. Это вводная лекция, она начинает сегодняшний день нашей работы. Саркомы на самом деле являются редким раком. И я сегодня очень рад, что мне представилась возможность поговорить о проблемах, связанных с редкими опухолями. Я должен сказать, что саркомы являются очень хорошим примером редких опухолей. Они являются большой группой вот таких редких опухолей и они разделяются, как вы знаете, на несколько подгрупп. Итак, очень точно они становятся еще более редкими, если вы рассмотрите их по подгруппам. Редкие опухоли – это редкие заболевания сами по себе. И если вы задумаетесь об редких заболеваниях в принципе, то вы хорошо, наверное, понимаете, что клиническое осуждение, принятие решений, организация здравоохранения, клинические исследования, все затрудняются по определению именно из-за того, что это редкое заболевание. По сравнению с более частыми заболеваниями. По очевидным причинам у нас гораздо меньше опыта, у нас меньше знаний в принципе в сообществе, у нас меньше пациентов для клинических исследований, набор пациентов затрудняется и так далее. Если мы с вами задумаемся о решениях этого, то, возможно, самая такая общая рекомендация может быть отправлять пациентов, перенаправлять их в научно-методические центры или в центры, которые являются специальными центрами по тому или иному виду опухоли. Централизация является хорошим решением в этой ситуации, потому что в таком научно-методическом центре вы находите и клинические опыты, и открытые клинические исследования, и все, что необходимо для изучения данного редкого заболевания. Надо сказать, что у нас, конечно же, есть и недостатки. Это миграция с целью получения подобного лечения, то есть пациенты будут передвигаться, и, конечно же, это требует дополнительных ресурсов. И если мы хотим все-таки посмотреть на положительную сторону централизации потока пациентов, то надо сказать, что самое главное – это накопление опыта и накопление экспертизы, экспертного опыта, так скажем. Мы стараемся создать вот такую сеть экспертов по редким опухолям у нас в Италии. На практике чего же мы добились? Мы переходим вот к такой идее от реферсных центров, от центров научно-методических, центров специализированных, к целой сети. Это сеть, которая позволяет нам связываться при помощи новых технологий. Сегодня все это гораздо проще, конечно же, проходит, но в основном это проблема сотрудничества. Вот с чем мы сталкиваемся сегодня. В основном это проблема желания, так скажем, сотрудничать и работать, потому что сети, подобные сети, они, конечно же, требуют готовности к сотрудничеству. Итак, подобная сеть, тем не менее, может послужить нам хорошим примером и может, на самом деле, позволить нам сделать следующее. Например, организовать телеконсультацию. Это, так скажем, обмен пациентами, обмен случаями на расстоянии. Это первое, о чем я хотел бы сказать и здесь. Я хотел бы подчеркнуть несколько моментов. Первое – это саркомы как таковые, патологический диагноз, диагноз по патоморфологии, потому что, на самом деле, у нас есть данные по всему миру, которые говорят о том, что если вы находитесь где-то в сообществе, то количество диагнозов патологических, которые ставятся неправильно, особенно то, что касается сарком, это приблизительно 30%. Соответственно, это чрезвычайно высокое количество. Соответственно, у нас также есть возможности при помощи телеконсультирования принимать стратегические клинические решения. Это на основе анамнеза пациента. Это означает, что мы действительно можем каким-то образом внести свою лепту в лечение этого пациента. Мы можем также сделать рационалы для перенаправления пациента, потому что даже в сети пациенты могут миглировать, могут передвигаться, может быть такая необходимость, но они будут двигаться уже более рационально, будут двигаться в соответствии с каким-то рационалом, потому что им необходимо это делать для получения лечения, а не просто потому что их перенаправили в некий центр. Мы можем также клиническую работу лучше проводить, медицинское образование наладить гораздо лучше в таких сетях и, безусловно, поддерживать исследовательскую работу. Это фактически неизбежно, что подобные сети будут приводить к тому, что исследовательская работа будет проводиться гораздо более успешно. Даже если вы фокусируете на помощь пациентам, тем не менее, эти сети будут рано или поздно проходить к тому, что исследования будут неизбежно начинаться и поддерживаться внутри сети. Мы создали вот такую сеть редкие опухоли в Европе. Она была запущена ЭСМО и координируется Европейской ассоциацией медицинской онкологии, и к ней присоединились несколько сообществ и институтов, пациентских групп и также представителей промышленности фармацевтической индустрии. Соответственно, это, в общем-то, вот такая мультидисциплинарная команда. Сегодня мы создаем рекомендации, которые основываются на наших принципах и на нашей философии. И, как вы видите, здесь мы тоже говорим о сети, о создании сети для пациентов с редкими опухолями. Это очень важный момент. Мы говорили о такой европейской реферсной сети, потому что уже на уровне Европы мы в то время прекрасно понимали, что есть такая идея, она витает в воздухе по созданию вот такой европейской сети, то есть на уровне всего Европейского Союза. На самом деле, концептуально, это сети, которые фокусируются именно на изучении редких заболеваний, включая и редкие опухоли. И теоретически они, конечно же, занимаются и другими вещами, включая обмен случаями на расстоянии, улучшение помощи пациентам и так далее. И они были созданы в 2017 году. В конце это 24 вот такие европейские реферсные сети, и несколько из них занимаются непосредственно раками солидными, раками гематологическими, раками и опухолями в педиатрии. Вот это проект о редких заболеваниях. Он пытался определить пороговое, так скажем, определение именно редких заболеваний, и опирались они в основном на заболеваемость. Это приблизительно меньше 6 на 100 тысяч населения. И вот это определение редкой опухоли, то есть саркомы в этом смысле редкие. Но они включают, тем не менее, также все опухоли в области педиатрии. Очень много гематологических заболеваний и группа солидных опухолей, которые встречаются у взрослых, включая саркомы. И, в общем-то, у нас 20% сегодня опухолей, которые являются редкими, и 20% новых, впервые выявленных случаев являются редкими. То есть одна фактически опухоль из пяти будет подпадать под эту категорию, будет являться редкой. Вот это список редких онкологических заболеваний. Вы видите рак в педиатрии, гематологические неоплазмы и затем саркомы. И они почти что возглавляют этот список. Вот это центры Юракан. Они разделяются на 10 основных доменов. Один из них координируется в Милане. Это как раз центр по изучению САРКУ. И на национальном уровне Юракан имеет определенный коордиционный центр. У нас также есть вот такой совместный проект по редким опухолям, который имеет целью также продвигать вот эту европейскую реферсную сеть. С концептуальной точки зрения, что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся убедиться в том, что вот эта европейская сеть, которая является сетью, в общем-то, научно-методических центров, чтобы она работала действительно как сеть. И мы хотели бы, чтобы все это выглядело вот так, вот таким образом. То есть региональные, национальные центры, которые бы входили в эту сеть, и с организацией определенных хабов, то есть определенных научно-методических центров, которые бы взаимодействовали на уровне хабов. И мы сегодня работаем над тем, как ведется вот такой пациент, пациент с редкой опухолью, пациент, который попадает в эту сеть, как только он туда попадает, как он дальше лечится, каков его путь, какова его маршрутизация. Над этим мы также очень много работаем. Вот это то, что у нас есть в нашем сообществе онкологов. Во-первых, это Европейское сообщество медицинских онкологов. И вы видите, что у нас много членов. Мы стараемся обновлять наше руководство по клинической практике на уровне ЭСМО, начиная с таких опухолей, как саркомы, и стараемся создавать такие руководства, которые бы соответствовали и ЭСМО, и Еврокан. У нас есть саркомы мягких тканей здесь, и вот это руководство, которые были выпущены недавно, которые сегодня вы можете воспользоваться. Это руководство по саркоме мягких тканей, это ЭСМО Юрокан руководство, то есть руководство на уровне двух ассоциаций, и как минимум это начало более широкого, так скажем, сотрудничества, которые уже уходят за пределы даже Европейского Союза. Мы стараемся сегодня работать над образовательными программами, особенно на уровне Европейской школы онкологии. Здесь у нас также есть программа по редким опухолям. Мы проводим вот такие ежегодные мероприятия в Милане по всем солидным ракам. В Милане мы проводим также вот такие тренинговые программы. И у нас есть образовательные инструменты, которые позволяют нам больше информации относить о редких опухолях. Я не буду говорить об этом сегодня, но несколько все-таки слов о том, что мы опубликовали недавно методологию по проведению клинических исследований, по проведению клинических исследований в редких опухолях, потому что я уже говорил, что набор пациентов гораздо сложнее. Нам нужна другая абсолютно методика по проведению исследований. Мы сегодня работаем над этим также. Итак, конечно же, вот такая сеть может помочь нам в проведении клинических исследований, например, потому что, так скажем, безусловно, сеть может помочь нам в наборе пациентов в открытых клинических исследованиях. Но мы также можем задуматься об искусственном интеллекте, о сборе более крупных данных. Сегодня не все это еще доступно, но, безусловно, мы идем по пути, по этому пути. И у нас есть возможности сбора крупных данных использования искусственного интеллекта. У нас будет в Милане встреча, где мы будем обсуждать проблемы, связанные с искусственным интеллектом. И я также хотел бы закончить свой доклад, сказав о том, что существует очень простая концепция. Дело в том, что сеть не делает научно-методические центры менее важными. Потому что, например, если мы говорим о саркоме, если у нас есть такой научно-методический экспертный центр, экспертная клиника, то они являются важными игроками на уровне сетей. И мы вот задумывались над тем, что такое научно-методический центр по изучению саркомы, например, экспертный центр. Были в Европе попытки, которые поддерживались фармацевтической промышленностью и даже сообществами европейских онкологов. Например, в этой статье мы пытались задуматься о том, каковы у нас, так скажем, основные потребности вот такого совета по изучению саркомы, что нужно, какое нужно оборудование, какие нужны здания и так далее. Как это будет отражаться на качестве медицинской помощи? Если у нас будут новые, так скажем, советы по изучению саркомы, как они могут взаимодействовать с сетью? Потому что сеть – это прежде всего сеть экспертных центров, которые работают вместе. Но у нас должен быть реферсный центр какой-то, объединяющий эту сеть, потому что сеть без вот такого координирующего центра является, в общем-то, анархией. Поэтому это очень важно. Важно на уровне Министерства здравоохранения. Очень сложно, на самом деле, убедить представителей Министерства здравоохранения, что создание таких сетей тоже нужно закладывать в бюджет, потому что мы должны найти какие-то ресурсы внутри этой сети, и, безусловно, мы должны инвестировать в экспертные центры, потому что если этого не происходит, если мы не инвестируем в вот такие экспертные центры, то в этом случае у нас не будет сети вовсе. Спасибо большое. Спасибо. У меня к вам вопрос. В общем, у вас есть опыт, уже десятилетний опыт создания сетей в Европейском Союзе. начиная с Италии, и каковы перспективы? Потому что очень многие группы работают схожим образом. Это Северная Америка, Австралия, Южная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион. У нас есть в России подобная инициатива. Каков будет самый лучший способ, самый продуктивный способ глобализовать такой опыт и сделать глобальную сеть по изучению и лечению саркомы? У вас уже хороший опыт, да, накопился за последние 10 лет. Какой должен быть следующий шаг? Какие шаги впереди нам предстоит сделать, и как мы можем перейти на глобальный уровень с таких вот регионов? Вы знаете, я полагаю, что мы должны четко провести грань между исследованием и медицинской помощью, потому что, безусловно, это абсолютно разные сети, абсолютно разные вещи. Клиника, им нужна национальная, региональная сеть. Таким образом, вы можете координировать эту сеть. То, что касается европейской реферсной сети, она сделана, основана на экспертных центрах, на экспертных клиниках, и мы надеемся, что каждая из этих центров, каждая из этих клиник открывается, открыта для работы на национальном уровне, на уровне национальной сети. Что важно? Важно это создание хорошей, четкой национальной сети, которая хорошо скоординирована. А уже потом мы можем идти дальше. Если она хорошо скоординирована, то я могу сказать, что клинические руководства являются самым важным моментом. Вы, скорее всего, участвовали в создании руководства по саркоме на европейском уровне. Они являются инструментом, который может помочь нам гармонизировать критерии клинической помощи. Это, безусловно, очень важный момент для сотрудничества, не только на уровне Европейского союза, но на глобальном уровне также. Гармонизация, прежде всего. Мы говорим сегодня о саркомах, и есть всемирная сеть по саркоме, по изучению саркома. Но это в основном исследовательская цель. Если мы переходим на исследование все-таки, то в этом случае все осложняется. Очень сложно, на самом деле, говорить обо всех редких опухолях вместе. Вы должны, наверное, переходить на изучение отдельных заболеваний. Например, то, что касается сарком, то у нас здесь уже хорошая сеть по сотрудничеству в области исследований в Европе. Вы, скорее всего, знаете, что существует несколько национальных групп по изучению саркома, которые работают плотно вместе. Но в общем и целом они очень хорошо также сотрудничают между отдельными группами. Очень хорошее сотрудничество у них. Мы стараемся создать формальное сотрудничество между европейскими группами по изучению саркома. Мы не преуспели еще на этой стезе, но мы делаем все, что от нас зависит. И, безусловно, если мы говорим с вами о России, то ваше общество по изучению саркома приветствуется, конечно же, но они должны участвовать в исследованиях в исследованиях этого конкретного заболевания. Затем медицинское образование. Это отдельная тема для разговора, в области которой мы можем сотрудничать. Мы создаем инструменты для обучения онлайн, которые также могут быть доступны на уровне сетей, на уровне межсетевого сотрудничества между странами. У нас сегодня есть сеть редкие опухоли в Европе, это сеть европейская, и также есть азиатская сеть. На азиатском конгрессе она очень активно участвует, много докладов, у них есть свои азиатские конференции. в Сингапуре она будет проходить в этом году в ноябре. И, соответственно, мы участвуем. Участвуют две сети, европейская и азиатско-тихоокеанская. Мы открыты, безусловно, для такого сотрудничества. И они в основном говорят об образовании, особенно если мы говорим о патоморфологическом диагнозе. Затем, нозофарингеальная карцинома – это очень, так скажем, редкая опухоль в некоторых странах Азии. Она встречается, тем не менее, чаще, чем в других. И, соответственно, мы будем также проводить с ними совместные исследования по эпидемиологии. И мы создаем сегодня такое сотрудничество, такие проекты с азиатскими странами, с некоторыми из них, с регистрами онкологическими, потому что это интересные также проекты, очень важные. Например, в понедельник у нас в Милане в моем институте будут представители приняты от онкорегистра в Японии, японского онкорегистра. И я думаю, что существует там и много других возможностей для сотрудничества. Уже видите, это такой глобальный уровень. Спасибо большое. Мы тоже открыты для сотрудничества. Продолжение следует... Продолжение следует...